Не знаю, какая у вас погодка за окном, но у нас просто великолепная. Несмотря на то, что мы приплыли сюда в сезон дождей, погода просто радует. Солнечное и отличное настроение. Мы только что вернулись с туров и готовы вам дать пару сыгрок. Друзья, если вы едете на Улун-Беру-Бератан, то вы можете использовать додаток Вейс или Гугл Мэпс и вас он приведет на вашем мопеде прямо под самостоятельный темпл. Но есть один нюанс, он приведет вас до черного входа и там вам не нужно ничего платить, вы заэкономите 75 тысяч рупий на одну человеку и еще и 3 тысячи за парковку вашего транспорта. Прогулявшись по этому парку, это очень классное место. Я себя реально почувствовал на минутку в сказке. Поэтому советую, если вы находитесь в Бали, в районе Убуд, садитесь на байк 40 километров, где-то 1 час 15 езды и вы будете в этом удивительном месте. Тебе, кажется, понравилось? Можно брать уже деньги за фотосессию. Хороший, да? Надо написать тут 1 доллар. Самый простой способ попасть на озеро Бератан это купить готовую экскурсию. Тогда вас доставят на место и, возможно, даже расскажут историю, а если повезет, еще и гид будет русский. Но! Стоимость такого тура примерно 50 или 70 долларов. Конечно же, лучше отправиться туда самостоятельно. Мы добрались вообще без проблем на скутере. Время в пути зависит от того, откуда вы выезжаете. В среднем это час-полтора. Стоять, да, иди. Поехали. Поехали. Ребята, мне кажется, я влюбился в Бали. Сюда надо переезжать. Тут столько необычной жизненности. Это просто мега круто. Смотрите, какая игуана. Ну, это разве не чудо? Такое кожаное счастье маленькое. Друзья, это класс. Это тот самый берег, который помогает всем коктуманам делать очень вкусный кофе. Но, правда, очень дорогой. Как он это делал? Он съедает без зерна. И по себе в животе обрабатывает. Потом идет в туалет. А мы собираем, обрабатываем его какашки. И потом завариваем. И получается классно вообще утонченный вкус этого кофе. Невероятно. Обязательно надо попробовать этот приятный коктуман. Ганил, я не буду с тобой целевать, а потом. Там такой класс. Я тебе говорю, это просто. Всего в двух минутах езды от парка вы можете познакомиться с этим прекрасным живым уголком. С животным можно делать фото, гладить их, держать. Но удовольствие это практически бесплатное. За наше 15-минутное знакомство мы заплатили 3 доллара. И сделали много классных видео и фото. Довольно остались все. Даже уезжать не хотели. О дорожном движении на Бали можно описать трактаты, проводить научные исследования, оставить эксперименты с цветами светофора, дорожной разметкой, количеством дорожных знаков. Но результат не изменится. Светофор для Балийцев останется таким же веселым мигающими ганьками, дорожная разметка с забавными черточками на дороге, ну а знаки бессмысленными изображениями на разных геометрических фигурах. Смотрите, что мы сейчас будем пробовать. Для меня это будет страшно. На виглядке ничего, и не запах без... Вот ты начал снимать. Чего я вечно пробую это с тобой. До речи, я в этом топе ела минулого раза храбаков. А, там по нему по ураха лазить. Как его ести? Туда? Да. Вин на смак спочатку какой-то с цибулей, да? Такая цибуля на смак, как тухина трошки. Я знаю, это как тухина цибуля с цукром додана, потому что она потом мает солодкий вкус. Ой, мураха еще есть. Как запах? Не знаю. Нормально, да? Хороший запах? Нормально. Я, в самом деле, не знаю, почему люди говорят, что он воняет. Доброе, я не думаю, что сильно пикаю, но я бы не сказала, что это прям такое вбе. Нормальный, досыдно и смачный. Зато подивите, как на меня и нормально дамил. Я сейчас стараюсь как-то распробовать, а він просто смакует ним. Я уже так привык к этому дуриану. Его пробыли в Сингапуре, Тифф, в Таиланде, и где еще? В Вьятнаме. Поэтому он не вкусный. А, в Вьятнаме. Короче, классный. Мне нравится. Ням-ням-ням-ням. А я специально в цей темпл взяла такие классные штани. Они не подошли. Тут нужно брать трон и завязать его так вот специально. Хочешь что-то посещать, Вик? Там просто, как я-то помогла. Спасибо. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если вы хотите сделать все по правилам, то чтобы искупаться в бассейне вечной молодости, вам надо сначала купить подношение и надеть саронг. Перед тем, как войти в бассейн, вырогите палочку, положите ее на подношение, вдохните три раза, очистите свою голову от мыслей и желательно помедитировать или помолиться. После положите подношение на алтарь и загадайте желание. В мокром саронге в трам нельзя, поэтому заходить нужно до омовения. Вода в бассейне очень холодная, но она нам не помешала, а взбодрила после жары и добавила ярких впечатлений. Проходя первый и второй бассейн с кранами, нужно делать все действия по три раза. Умыть лицо, ополоснуть рот водой, выпить ее и встать головой под струю. Завершать омовление можно людям любого вероисповедания, так как вода в источниках считается святой и предназначена для всех. Уставшие, но довольные, мы отправились домой набираться сил. Сейчас, кстати, покажу вам наш домик в центре Убуда. И так, начинается новый день. Мы едем сегодня смотреть водопады. Путь не легкий, где-то 40 километров, но мы едем на мопеде, поэтому будем избегать весь трафик. И у нас все будет прекрасно. Офигенно. Ты готова? Да. Вам чай. У нас небольшой привал, чтобы насладиться этой красотой. Именно вот так вот выглядят рисовые поля. Круто, правда? Музыка. 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 Мы приехали на самый лучший водопад на Балле, он называется Тука Чепун Квотерфолл, он находится около 30 км от Угуда. Тука Чепун Квотерфолл Ту-тузи 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 Музыка Очень круто! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok